Приём-приём, здарова всем, с вами Хилл Хёртс, и сегодня я постараюсь вам рассказать о том, как ставить моды на Elden Ring. Я бы выделил сразу целых три способа, сегодня целый вечер в них разбирался. Первый самый простой, а два других немного сложнее. Я расскажу обо всех, чтобы вы могли поставить практически любой мод. Важно понимать, что на странице того мода, который вы хотите поставить, обязательно будет инструкция. Также оговорюсь, что некоторые моды могут конфликтовать между собой, а некоторые имеют особенно сложный способ установки, однако в таких случаях всё будет написано на странице мода, а может быть даже будет видеоинструкция. А ещё для правильной работы некоторых модов потребуется создавать нового персонажа, но это уже для каких-то прям глобальных модов. Из важного, моды при правильной установке будут работать как на пиратхе, так и на стимовской версии. На стимовской версии я бы принудительно советовал включить оффлайн-режим при запуске, однако дополнительно мы ещё подстрахуемся на эту тему специальным модом на отключение античита. И я надеюсь, что вы понимаете, что любое использование модов в онлайне – это бан, так как моддинг предусматривает замену файлов. Все предостережения вроде бы сказал, теперь можно начинать. Ну, смотрите, теперь я буду вольное повествование вести. Есть три способа – через ModLoader, через UXM и через ModEngine 2. Давайте начнём сначала. Для того, чтобы нам начать заниматься моддингом, нам необходима папка с игрой. Вот заходим сюда – Elden Ring – Управление – Посмотреть локальные файлы. У нас открывается вот эта папка. Я сделаю вот так. Заходим в Game. Это наша папка с игрой. Важно сказать, что у вас игра будет весить где-то 50 гигабайтов. Именно столько весят Elden Ring. У меня же сейчас будет весить около сотни гигабайт, потому что я применял кое-какие программы. Об этом я обо всем расскажу. Заходим в папку с игрой. Первое, что нам необходимо сделать – скачать с ModNexus, ModLoader. Берём его вот так и кидаем сюда. У меня они есть. Ну, как бы замена, незамена – неважно. После того, как мы сделали это, некоторые моды будут работать даже так. То есть, у нас есть папка Mods. В нашей папке с игрой мы находим папку Mods. Здесь у меня уже что-то закинуто. То есть, таким образом можно установить, например, Anti-Cheat и также Skip Logo. То есть, можем пропускать Logo. Заходим сюда. Папка Mods. И просто берём Ctrl-C, Ctrl-V. Заменяем. Ну, у меня они уже есть. И также есть ещё специальная штука, которая позволяет Unlock FPS сделать. Изначально, короче, Logo на 60 FPS. Давайте тоже сделаем. Ctrl-C, Ctrl-V. Вот так. Теперь, в принципе, мы уже можем зайти в игру и проверить. Смотрите. Перед тем, как заходить в игру, давайте ещё скажу, обязательно необходимо скинуть Anti-Cheat. Вот. Ну, разумеется, с Nexus Mods скачаете, распакуете. Вот это всё берёте и просто так закидываете сюда. Прямо смело-умело. Закинули. И заходим в Toggle Anti-Cheat Exe. Это я сейчас. Вот, у вас будет вот так. Заходите, тыкаете. Anti-Cheat Disabled. После этого вы можете совершенно спокойно запускать через Exe-Shning. Не через Start Game in Offline Mode, а через обычный Exe-Shning. Я, разумеется, наверное, за кадром ускорю, но сейчас первый запуск для того, чтобы мы поняли, что действительно всё работает и всё будет хорошо. Джойстик я уже вроде бы подключил. Должно работать. Вместе с вами делаю на наш страх и риск. Да, всё работает. Отлично. Здесь вот, смотрите, у меня FPS уже разблокировался. Давайте зайдём, неважно, на какого персонажа. Заставок не были? Не было? Не было. И также у нас счётчик FPS разблокированный. То есть, видите, я сейчас буду в пол смотреть, чтобы было больше FPS. Ну, то есть, больше и сотни. Больше сотни не будет. Ну, я видел больше сотни, у меня немножко подлагивает, короче. Не самое мощное железо. Вот. Это работает уже хорошо. Сейчас мы рассмотрели с вами первый способ, который предусматривает наличие только программы ModLoader. То есть, некоторые моды можно закидывать в папку Mods, в ModLoader, как вы могли понимать. Теперь второй способ. Это максимально, скажем так, сложный и максимально душный. Программа UXM. Сейчас на Nexus Mode вы её не найдёте при всём своём желании, потому что, ну, хотя можете найти. Я, если что, закину на диск и все ссылки будут в описании. Заходим в эту программу. Важно заходить сразу от администратора. Также вам обязательно скажу, что это работает как на пиратке, так и на лицензионной версии. Вот что ModLoader, что UXM. Здесь нам необходимо вписать, здесь по умолчанию будет секиро, написано. Здесь нам необходимо найти путь к игре. Вот Elden Ring, Game. И обязательно закидываем экзешник. Нажимаем открыть. После этого нажимаем кнопку Unpack. Я нажимать не буду, потому что я это уже делал. И в зависимости от вашей системы, от вашей мощности машины, вашего компьютера, у вас будет от 10, там, не знаю, до 15, до 20 минут происходить unpacking. Именно в этот момент все файлы игры будут разархивированы и увеличены вдвое. То есть вот почти 100 гигабайт будет весить. После того, как вот здесь зеленая полоска дойдет до конца, если у вас будут ошибки, вы скорее всего запустили не от администратора. Запускаете вот администратор, все будет работать. Так вот, когда вот эта полоска будет готова completed, нажмем patch. Это занимает буквально несколько секунд. И после этого мы с вами можем заниматься следующими, скажем так, непотребствами. Эта программа нам уже не нужна после того, как вы unpacking и пропатчили. Если вы захотите вернуть все назад, короче, нажимаете restore и все моды будут удалены. Так вот, при помощи этой программы мы можем чаще всего делать какие-то рескины. Например, есть скин на 2b. Примерно вот так вы будете скачивать с nexus мода. И чаще всего либо на странице мода на nexus, либо вот здесь в readme будет написано, куда необходимо закинуть. Скопируйте все файлы в parts folder. То есть мы берем вот эти все файлы, нажимаем ctrl c и ищем папку parts. Вот здесь она. Нажимаем ctrl v. Заменить пап файлы в папке назначения. У меня они уже были, но тем не менее. Вот. После этого мы, разумеется, тоже, если вы еще не включали античит, отключаете античит, чтобы бан не поймать и заходим в игру. Сейчас у нас с вами будет тот случай, когда для того, чтобы мод заработал, необходимо создать новую игру. В частности, нового персонажа, как вы можете понимать. Теперь, если мы выберем любой класс, ничего не поменяется. Но если мы выберем, например, это конкретно применительно только к этому моду, класс астролога, то мы будем играть за 2B. Видите? То есть вот так работают эти моды. Как вы можете понимать, таким образом можно любые скины, любые пухи менять. Единственное, некоторые моды могут между собой конфликтовать. Это тоже стоит иметь в виду. Так, давайте дальше. Так, это, наверное, на мой скромный взгляд, самый сложный способ, потому что он у меня работал только на лицензионной версии, то есть на стимовской версии. Нам необходима программа mod engine 2.0. Мы ее копируем на абсолютно любое место на своем рабочем столе. Вот она у меня здесь. Заходим в нее. Здесь у нас будут какие-то файлы и, самая главная, папка mod. В эту папку mod я буду показывать на примере moda ERR Yeldon Ring Rebalance, как-то так он называется. Здесь вот у нас есть самая вот эта папочка, которую я скачал с Nexus. И здесь чего-то всего напихано. Мы берем все вот то, что в этой папке, нажимаем Ctrl C и кладем в папку mod. Это важно. Вот она у меня здесь. Ну, давайте перекопируем, какая, в общем-то, разница. Заменить файлы в папке назначения. И после этого, по сути, больше делать ничего не надо. То есть, моды будут ставиться перекидыванием вот сюда. Как вы можете заметить, эта папка сама находится у меня на рабочем столе. И здесь у нас есть launch mode Elden Ring Bat. Я бы, на самом деле, нажал эту, но это не работает. Вот ее жмем. И должна запускаться игра в теории. То есть, это все происходит в обход онлайнового режима. То есть, вы всегда будете запускаться в оффлайне, насколько я понял. Давайте проверим. И теперь, если я правильно помню, я это смотрел на странице установки. Нам необходима новая игра. Нам необходим новый персонаж. Вагабунт, бродяга. Бродяга-симпотяга. Создаем его. Завершаем создание персонажа. Я не знаю, почему, вот с этими модами невероятно стала грести система. То есть, я сейчас выйду и покажу, как у меня все лагает. Я не знаю, с чем это связано, но конкретно в моем случае жутко лагает. То есть, лютые подлаги. А сейчас их нет. Ну, они появились. То есть, смотрите, у нас есть сразу талисман, оружейный талисман. И если его снять, то у нас будет fat roll. То есть, вот такая вот ситуация. Я, кстати, рискну предположить, что у меня лагает из-за того, что я fps log включил. Я сейчас могу запуститься без него и все будет работать. Давайте проверим это тоже. Ну и, как вы можете понимать, у нас встал мод. Как-то так. Так, давайте в режиме реального времени мы удалим папку. Заходим в папку mods. Удаляем unlock the fps. Unlock the fps. Не может открыть. Он еще как-то выключается. Понятно. Сейчас надо подождать. Вот, получилось удалить. И давайте еще раз запустим Yeldon Ring Xe. Так, ну вот я вроде бы перезапустился. У меня какого-то фига невероятная большая полоска с маной стала. Да, слишком много модов в одной сборке, наверное, плохо. Ну и, как вы можете заметить, лагов вообще нету до этого. Просто ультимативно лагал, а теперь без проблем. То есть, да, fps unlock, наверное, не стоит включать на SteamX версии. Либо его как-то нужно настраивать. Не знаю. То есть, опять же, вам наука не кидать слишком много модов в одну сборку, грубо говоря. Как-то так. Ну, что, господа, могу сказать? Я надеюсь, что данное видео было хотя бы немножко, хотя бы минимально полезно для кого-то. Я вот целый вечер изучал, поделился тем, грубо говоря, к чему пришел. Надеюсь, кто-то сможет этим пользоваться. Примного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья. Пишите комментарии. Возможно, я буду стараться отвечать. Возможно, не буду, как пойдет по ситуации. Вот. Ну и вдруг хотите, можете подписаться на группу ВКонтакте, на Телеграм-канал. А также, возможно, кто-нибудь захочет поддержать меня на Boosty. Все будет в описании. Они все необходимы для скачивания и для установки ссылки. Всем добра, удачи, играйте в хорошие игры. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Силхерц.